Воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Прежде всего, я благодарю вас, что я в прошлом году был. Вы участвовали пожертвованием для радиостанции. Наша радиостанция заработала, уже больше года работала. Но в связи с событиями там пока все телеканалы не работают. Но я верю, что будут работать. И год мы проповедовали Евангелие через радиостанцию, вышли в интернет. Так что в течение года можно было слушать нас и в интернете. Это что касается вашего участия в этом проекте. Сегодня я хотел бы говорить на такую тему. Я буду жаловаться на вас Богу. А текст, послание к римлянам, 11 глава, со 2 стиха, три слова. Он жалуется Богу. Вот текст для этой проповеди взят из послания к римлянам. Это святой Павел говорит. И ветхозаветний пророк Илья жалуется Богу на Израиль. Там обстановка тяжелейшая. Люди поклоняются Ваалу, идолу поклоняются. Жертвенники разрушены. Все очень плохо. Илья в отчаянии. И он говорит так. Остался я один. И помните, как заканчивается этот текст? И моей души что? И еще. Вот наступил такой духовный мрак. Отчаяние такое. Что очень сильный человек духовный. Очень сильный. Он в отчаянии. Я хочу сказать, что даже самые великие люди, самые сильные люди, когда проходят долину плача и смерти, когда проходят тяжелейшие испытания, иногда пребывают вот в таких сомнениях, где Бог, почему Бог не реагирует на эту ситуацию. Вспомните Иова, он говорил Богу, разве море или морское чудовище, что ты поставил стражу надо мной? Вспомните Моисея, который вопит Богу, потому что тяжелейшее обстоятельство. Илию вспомните. Вообще, достаточно напомнить Давида, ну и других сильных людей, у них были тяжелые, трудные обстоятельства. И наш текст, он жалуется Богу. А тема, я буду жаловаться на вас, Богу, дал трехлетний мальчик, который умирал. Его врачи лечили, делали уколы, ему было больно. И когда его пытались спасти от смерти, перед своей смертью он сказал врачам, я буду жаловаться на вас, Богу. Итак, текст и тема ясны, и мы сегодня будем именно говорить на эту тему. «Я буду жаловаться на вас, Богу». Нет ни одного человека в этом зале, который бы не жаловался. Ну, кто жалуется на здоровье, кто жалуется на зарплату, кто жалуется на погоду, кто на жизнь свою. Люди жалуются. Люди жалуются. Друг другу жалуются. Иногда работники жалуются главному бизнесмену, на начальника, который им делает больно. Иногда компаньоны жалуются друг на друга. «Я столько денег вложил». Обещали вот это и говорили, что доход будет на 50 на 50, а сейчас что я имею? То есть люди жалуются. Иногда они жалуются, чтобы облегчить свою душу. Они не ищут даже защиты. Просто есть люди, которые хотят выговориться и рассказать, как им плохо и как с ними нечестно поступают. Они ищут сострадания. Люди ищут сострадания. Вторая группа ищет защиты. Вот они вышестоящим жалуются за тем, чтобы ситуацию поменяли. Ну возьмите вот, например, жена, которая жалуется мужу на лень или безответственность своего ребенка. Она говорит ему, тебе все деньги, деньги, ты все время в церкви, ты взгляни на своего сына. Ему уже 15, и я тебе скажу, что если ты не вмешаешься проблемой, она жалуется на дочь, на сына, пытаясь мужу, отцу сказать, что пора вмешиваться. Ты смотри, куда дело идет, это же бедой закончится. И она ищет, что муж оставит все, чтобы заняться своими детьми. Вообще, я думаю, что я коснусь в этой проповеди, этой грани. Вообще, самое важное в этой жизни это семья. После Бога, после того, как мы покаялись, самое важное это семья, не служение, не изгнание бесов, самое важное твоя семья, твои дети. Мы должны помнить это, потому что некоторые из нас забывают, если мы в семье будем с тобой благословенны, дальше все будет хорошо. Бог найдет служение, Бог найдет, как дать откровение, как ты будешь участвовать в деле Божьем, но самое важное, запомни это, самое важное, это твои дети, это твоя семья. Иногда в этой жизни люди жалуются, ища справедливость. Ну, вот с ними поступают несправедливо, они жалуются. Давайте попробуем определить, что такое жалоба. Вот как бы вы ответили? Ну, это просьба о защите, за нанесенную обиду, это приносить жалобу, это роптать, ну, это плакаться, искать справедливости. И вообще, если вот для проповедников сказать, что есть, ну, по крайней мере, четыре направления в этом направлении, в этой проповеди. Иногда человек жалуется Богу на скорби в своей жизни. Это может быть отдельная проповедь. Второй момент. Иногда праведники жалуются на грековность Божьего народа. Вспомните Илью, который говорит, жертвенники разрушили, все плохо, все отчаянно, куда все идет. Третий момент. Народ Божий жалуется Богу на своих врагов, ему очень тесно и больно. То есть, мы можем из этого текста взять несколько направлений для отдельных проповедей. Но мы сегодня говорим об отношении людей между собою. Вот слабые, беззащитные люди жалуются Богу на более сильных людей, которые с ними поступают несправедливо. Все люди разные. Вот в этом зале очень разные люди, в этой жизни разные люди. Одни бывают люди очень умные, другие не очень. Одни бывают богатые, другие бедные. Одни бывают больными, другие здоровыми. Одни бывают люди, которые, ну, удачливые, а другие несчастные люди. Образованные, необразованные. Возьмите вот в церкви, что говорит Павел о нас? Павел говорит, что в церкви есть слабые люди, поддерживайте слабые. Есть малодушные люди, вот он слабый, он чуть-чуть загремит, чуть-чуть только начинается, он слезы, рыдания и вот малодушные люди. Есть бесчинные люди, которые работать не хотят. Более того, есть группа людей, и я думаю, что есть в каждой церкви такая группа. Нам бы не попасть в эту группу. Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти, закончите мысль, до познания истины. Учится всегда, церковь ходит, проповеди слушает, но жизнь абсолютно не меняется. 20 лет в церкви, 30 лет в церкви ничего не поменялось. Он знает Библию, он может отлично сказать об этой проповеди, удачная, неудачная, но он абсолютно сам не меняется. Есть в церкви люди мудрые, есть духовные, есть сильные. Так и написано, вы сильные, сносите немощи бессильные. То есть мы очень разные люди, ну очень разные. И нередко в этой жизни устроено оно так как-то, что ты никогда не думаешь, что этот человек кем-то станет. Вот вспомните Давида пастуха, ну пас себе, ну было там 8 сыновей у отца. Ну никто не думал о Давиде, ну видели его все там в селении, знали, меньший сын, красивый сын, пасет овец. А пришел момент, и все поменялось, и пастух Давид становится царем. Сын Сапожника в 20 веке по имени Иосиф. Никто не думал, что этот сын Сапожника в 20 веке станет величайшим диктатором. Жизнь очень сильно меняется. Это к тому, к нашей проповеди. Я же буду жаловаться на вас Богу. Ты не знаешь, кто будет человек, который сидит рядом возле тебя. Я как-то был на пастырском совещании, и один молодой пастор подошел ко мне, а я встаю и приветствую его. Он говорит, да нет, садитесь, чего вы встаете. Я так говорю, я не знаю, кем ты завтра будешь. Знаете, вчерашние начальники становятся людьми, которые нищие. Особенно в 90-е годы были начальники. Пришли годы, и они стали нищими. Абсолютно те, которые были кем-то, и которых боялись, да, теперь сами ищут и просят на кусок хлеба и устраиваются на самую тяжелую работу. Вспомните, как жизнь меняется. Кому рукоплескали залы, и кто был идолов для целых стран, а то для всего мира, толпы рукоплескали их. Пришла старость, они никому не нужны, они жалуются постоянно на неблагодарных друзей, которые раньше заискивали перед ними. А теперь все. Интересно, как в жизни устроено. Когда ты с деньгами, когда ты сильный и когда от тебя зависят, люди очень относятся, ну, как бы с уважением и ищут твоего благоволения. Когда ситуация резко меняется, и ты внизу, да, те же люди, те же, тебя абсолютно не замечают. Ну, вот так жизнь устроена, по крайней мере, в этом мире, я не говорю о церкви. Кто-то сказал очень умную мысль. Когда поднимаешься вверх, ты встречаешься с людьми. Помни, с этими людьми ты встретишься, когда, закончите мысль, когда будешь опускаться вниз, с этими людьми ты встретишься. Ну, такой пример, 1937 год, это Германия, еврей, очень умный, очень богатый. Он встречался со своим соседом, человеком абсолютно небогатым, абсолютно незаметным, но он еврей, он знает ситуацию. Он говорит, здравствуйте, Герр Мюллер, человек незначительный, абсолютно. И так каждый день, когда он проходил мимо человека незаметного, он говорил, здравствуйте, господин Мюллер. Прошло три года, война, облавы на евреев, его тоже поймали. И толпа евреев идет, и один человек распределяет, кого в газовую камеру, а кого на стройку. Он подходит, и этот человек, Мюллер, и он ему говорит таким же голосом, как три года подряд говорил, здравствуйте, Герр Мюллер. И он показал ему, иди на стройку. Это очень важно нам подумать, какие у нас отношения с ближними. Наш текст говорит, он жалуется Богу, а тема, я буду жаловаться на вас, Богу. В Израиле был очень строгий закон, сильный не должен обижать слабых. Сильный человек, а здесь в зале сидят разные люди, в том числе и сильные, волевые люди, которые имеют влияние. Так вот, сильный никогда не должен обижать слабых. Книга Исход, 22 глава, с 22 по 24 стих. Посмотрите, ни вдовы, ни сироты не притесняй. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Очень сильное слово для еврейского народа Бог говорит. И говорит очень категорично. Ни вдовы, ни сироты, слабого человека никогда не обижай. Не делай больно. Не делай ему больно. Потому что Бог отреагирует на ситуацию. Иногда это долго продолжается, и потому некоторые люди, входя во вкус, делать больно другим, они думают, что Бог не видит, Бог не знает, и никогда ситуация не изменится. Очень изменится. Потому что Бог очень долго терпит. Бог очень долго терпит, но бьет очень больно. И это забывают люди. Посмотрите книгу Исход, 22 глава, с 26, 27 стих. «Если возьмешь в залог одежду у ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, она есть единственный покров у него». А дальше говорится, «Когда ты не сделаешь это, он возопьет ко мне, я услышал, ибо я Бог милосердный». Обиженный жалуется Богу, и Бог слышит эту жалобу. Подумай, подумай серьезно. Никто ли из слабых не жалуется на тебя? Потому что наши проблемы иногда от того, что на нас жалуются Богу. И Бог не будет благословлять, Бог не будет благословлять. Иногда жалуются за корыстолюбие, за нечестность. Нечестность, да? Ну, ситуация, вы знаете, разные ситуации бывают. Я как-то проповедовал в одной церкви, и там как-то мельком была вот эта мысль, «Прощайте людям». И после церкви подошел ко мне один человек и говорит, «Что вы постоянно проповедуете? Прощайте, прощайте. А когда вы обидчиком будете прощать, проповедовать обидчиком?» Я говорю, «В чем дело?» Он говорит, «Да в чем дело?» 30 тысяч взял у меня и до сих пор не отдает. Но он на меня кричит так, как будто я взял у него 30 тысяч. Понимаете? А Бог знает вот эту ситуацию. Иногда бывают огорчения очень сильные, очень сильные огорчения в семье. И мы коснемся сейчас этого. Посмотрите, первую книгу царств, первая глава, первый и второй стих, откройте. Первая книга царств, первая глава, первый и второй стих. Там, говорится, у Елканы было две жены, Анна и Финана. У этой были дети, у Анны нет. Хотя Анна была любимой женой у Елкала. Семья ежегодно ходила в селом. Там был дом Божий и священник Иль. И вы эту историю помните. Шестой стих, посмотрите. Соперница ее, Анны, сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту, на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Десятый стих. И была она в скорби души и молилась и Господу, и горько плакала. Обратите ваше внимание на слово горько плакала. В Библии не так часто говорится, когда человек горько плачет. То есть, навзрыд. Рыдает, потому что ему делают так больно. Это женщина, Финана, постоянно делала ей больно. Вот есть люди, которые испытывают удовольствие, когда возле тебя страдает человек. Вот богобоязненный человек, благочестивый человек никогда не будет этого делать. Никогда. Но есть люди, которые испытывают какое-то греховное наслаждение от того, что возле тебя человек страдает и горько плачет. Там молилась Анна и молилась Богу, или подошел, посмотрел, говорит, вытрезвись от вина своего. А она говорит, я жена, скорбящая духом. От великой печали и скорби моей я говорила Богу вот эту ситуацию. Она жаловалась Богу на свою ситуацию. Ей было очень больно, очень горько, и это продолжалось годами. Удивительно. Но иногда Бог допускает, что это продолжается годами. Но в конце концов, эта ситуация изменится. Бог вмешается. И понимаете, как получается? Нескоро совершается суд над злыми делами, и потому сердце сынов человеческих не боится делать зло. Анну Бог благословил. Она услышала слово, и сказано, что она пошла домой, и не было печально. Она родила Самуила, а потом еще пять детей. Бог благословил. Я буду жаловаться Богу. Не говорят ли некоторые жены своим мужьям за их жестокость, за то, что они неправильно поступают с ними? Посмотри. Я говорю мужчинам сейчас. Первое послание Петра 3,7. Так же вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшими сосудами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в чем? Молитва. Понимаешь, какая ситуация? В семье так. Или оба счастливые, или оба несчастные. В семье так, что если она несчастная, то ты никогда счастливым не будешь. В семье так, что если она несчастная, препятствие в молитвах, ты можешь проповедовать, но кому это нужно? Ты можешь участвовать в служении, но Бог не принимает эти жертвы. Ты можешь молиться, но Бог говорит, это препятствие, я не буду слушать твоих молитв, потому что ты обижаешь. Ты горько делаешь, с тобой очень трудно и тяжело. И Бог говорит, я заступлюсь, я заступлюсь. Потому Бог многих мужчин не благословляет. Нет благословения. Они ищут благословения, они гоняются за благословениями, а их нет. И наоборот, за некоторыми мужчинами следует благословение Божье, потому что они в домах, на своих местах. Они главы семейств, они приняли Иисуса Христа как свою главу, и они действительно мужчины, которые соответствуют Евангелию. Я хотел бы тебя спросить, не лежат ли на престоле Божьем жалобы на тебя за твою несправедливость и жестокость? Мужчины, не лежат ли жалобы от жен за супружескую неверность, за блудливое сердце, за порнографию, за то, что вы живете не так, как нужно. Понимаете, какая ситуация? Жизнь трудная штука, но есть определенные законы, и они обязательно сработают, обязательно сработают. Это пройдет время. Проблема многих из нас в следующем, что мы попадаем в духовную ловушку. Какую? Мы даром получили покаяние, прощение грехов. Бог простил наши грехи, имя наше записано в книге жизни, мы сыны и дочери Бога Всевышнего, у нас дар праведности, дар Духа Святого у нас, дар вечной жизни. Мы получили даром. И когда мы получили даром вот эти благословения, мы попадаем в духовную ловушку, когда думаем, что и все дальше можно получить даром. Я буду поститься, я буду молиться, и Бог устроит как-то в семье, и все будет отлично. Нет. Есть принципы, есть принципы, по которым нужно жить, и тогда придет благословение. Но если говорить о семейной жизни, брак добудется у вас чистым, ложи непорочные. А доставит человек отца и мать и прилепится к жене. Мужья, любите своих жен. Жены, покоритесь своим мужьям. Дети, почитайте своих родителей. Если эти принципы не выполняются, благословение не придет. Можешь поститься, можешь молиться, можешь просить, чтобы в других штатах церкви молились. Ничего не поменяется. И многие потом приходят к обиде на Бога. Господи, я столько постилась, я столько молилась. Да тебе покориться мужу надо. Тебе надо любить свою жену. Тебе надо почитать своих родителей. Вот в чем причина. А мы, попавши в духовную ловушку, думаем, что это даром придет благословение в семью. Не придет. Потому что есть духовные законы, и они сильнее, чем земное притяжение. Сколько родителей жалуются на своих хамовитых детей, которые не хотят слушать их. И эти жалобы лежат на престоле Божьем. Есть великая заповедь, молодые люди. Я хочу отметить это. Вы не будете благословены, если у вас не будет почтения к вашим родителям. Вы не сможете избрать правильных людей, как спутников жизни, если вы не будете почитать своих родителей. Бог не благословит за то, что ты служишь Богу и молишься на иных языках. Бог благословит за то, что мы выполняем Его Слово. Бог не будет Библию переписывать. Бог, если сказал, почитай своих родителей и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, будешь иметь добро, и будешь долголетие иметь благословение при почтении к своих родителей. Не будет почтения к своим родителям, никакие молитвы не помогут. Я хочу отметить вот эту ситуацию, потому что почему массовые разводы, почему люди уходят из жизни, заканчивая жизнь самоубийством. Почему рушатся отношения в церкви? Почему? Есть причины. Церковь, я говорю, в общем, потеряла страх Божий. И церковь не стала ожидающей. Вот причина, почему мы имеем очень серьезные проблемы. И на смену потере страха Божьего пришли тайные идолы. И потому война у ворот. Потому что тайные идолы пришли в жизнь. Страх Божий оставлен, и человек хочет найти королевскую дорогу к благословениям Божьим, не пройдя распятие веткого человека. Этой дороги вообще нет. Вот в этом причина. Понимаешь, ты бы уверовал в Иисуса Христа, Бог дал даром тебе и мне благословения, а теперь говорит, послушай, тебе надо выполнить слово мое. Если в твоем доме не будет выполняться слово мое, и у тебя не будет страха Божьего, у тебя не будет благословения. У тебя не будет благословения. Тебе нужно понять одну мысль, что благословения приходят тогда, когда мы живем правильно. А сколько детских слез и детских жалоб на престоле Божьем за то, что родители ссорятся между собой, за то, что они не любят друг друга. А сколько детей обзываются своими родителями и унижаются своими родителями? Скотина, тварь, идиоты и так далее. Понимаешь, какая ситуация? Нельзя дома жить как угодно и ожидать великие Божьи благословения в своей жизни. Настоящие мы дома, в церкви мы два часа. Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Я как-то думал на тему, я все время думаю на тему семьи, на тему законов Божьих, и я пришел к мысли на основании Библии, что отцы приносят в дом или благословение, или проклятие. Это на нас все лежит, мужчины. Вспомните Давида, Даниила, которого в ров львинный бросили. Там были мужчины, которые были интригантами при дворце и сдали такой закон, попросили царя, чтобы 30 дней молиться только о царю. Но идея была такая, чтобы Даниила поймать на его молитвах и казнить. Ну так и случилось. Даниила бросает в ров львинный, Господь защищает его, царь вытаскивает его с рва львинного и потом бросили этих людей и бросили детей и жен. Тоже с ними туда. А хан взял заклятое в Ерихоне, а потом, когда разобрался Иисус Навин со всей ситуацией, оказывается, вывели жену его и детей и побили камнями до смерти. Корейдафан и Аверон восстали против Моисея и пошли в преисподние места земли вместе с женами и детьми. И эту мысль хочу сказать мужчинам. Это очень важно. Ты хочешь благословения, ты хочешь радости от детей своих и от внуков, ты хочешь благодати большей. Есть путь всякому мужу глава Христос. Мужья, любите своих жен. Понимаешь, если возле тебя несчастная, плачущая женщина, если ты постоянно обижаешь ее, это будет беда для тебя. Это чуть позже, но это развернется все. Ты должен понять эту ситуацию. Вторая мысль. Бог защищает обиженных. Апсалом 102, шестой стих. Господь творит правду и суд всем обиженным. Господь творит правду и суд всем обиженным. Давайте Псалом 67, шестой стих тоже. Отец сирот и судей и вдов Бог во святом жилище своем. Бог, любящий Бог, защищает слабых и угнетенных людей. Это проходит время. Это происходит не сразу, но его правосудие в конце концов торжествует. Он заступник. Он сам будет разбираться с обидчиками. Это Христос сказал в Евангелии от Матфея 5, 44, посмотрите. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Здесь очень сложно уже начинается. Почему? Потому что не так просто молиться, когда у тебя горечь, когда с тобой поступили несправедливо. Давайте попробуем ответить на один вопрос. Как вы думаете, больше в жизни нас обижают или мы больше обижаем? Ну, у меня время до 12 есть. Так больше мы обижаем или нас обижают? Мы обижаем. Ну, кто-то честный нашелся. У кого как? У кого как? Но вы знаете, какая ситуация? Когда мы обижаем, это справедливо, а что они хотели? А когда нас это обижают, за что? Вот в чем причина. Давайте посмотрим вот эту ситуацию в Евангелии от Матфея 5.23 до 26 стиха Иисус говорит, Сын Божий говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, остав там дар твой преджертвенников, пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. 25 стих. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Вот это мы заметьте. Соперник отдает судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего что? кадранта. Это Сын Божий говорит. А когда Сын Божий говорит, надо быть очень внимательным, потому что Он говорит от имени Отца Небесного. Обидчики, обидчицы, сидящие в этом зале, подумайте над этим текстом, это очень серьезно. У вас два варианта, у тех, кто обижает людей, от кого плачут, вы, которые делаете больно другим. Просить прощения, примириться с обиженным, возвратить все, что ты взял, все, что не твое, как мы уже говорили, взял в долг, отдай, отдай, потому что сейчас это начинается проблема. Вспомни, кого ты во гневе оскорблял, у Бога хорошая память, там у жертвенника, когда Бог начинает касаться твоего сердца, и ты понимаешь, о чем речь. Твое сердце, как бы ты не договаривался с ним, оно ёкает, когда речь идет об этих вещах, потому что Дух Святой напомнит тебе, Он напомнит тебя, кого ты обзывал дурой, шизофреничкой, психбольной, Он напомнит и тебе, кого, когда ты обзывала скотиной, ненормальным идиотом, у Него хорошая память. Понимаешь, какая ситуация? Бог очень серьезный, и Он знает движение мысли, и когда Он говорит моему или твоему сердцу, Он ждет, что я правильно отреагирую, потому что если сердце мое осуждает меня, то как бы я не проповедовал, как бы я не молился, как бы ты не пела или ты не пел, а сердце говорит, ты виновен, ты виновен. Бог говорит, иди мирись, вот свою гордость усмири, пойди и проси прощения, пойди и проси прощения, потому что пока не попросишь прощения, Бог говорит, я буду против тебя, и чем дальше, тем больше шансов у тебя встретиться с Богом. Святой Павел говорит, разве мы сильнее Бога, что мы решимся раздражать Его? Знаешь, Бог очень долго терпит, вот говорит тебе одну проповедь, другую, сердце говорит, и тут два варианта, или ты идешь каяться, или ты не каешься, просто ожесточаешься, мирись с соперником твоим, мирись с соперницей, пока он не отдал судье. Справедливые жалобы, это когда Бог начинает вмешиваться, человек отдает человека судье. Второй вариант, судья отдает слуге дальше, потом темница, и не выйдешь, пока не отдашь до последнего кадранта. Судья это Бог, слуга, я думаю, это дьявол, темница это тяжелейшие обстоятельства. Вот вспомните святого Павла, он говорит о блуднике в Коринфе, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Или тот же святой Павел говорит, я предал сатане, чтобы они научились небогокольства. И человек попадает в темницу, это тяжелейшие обстоятельства, Бог начинает теснить человека. В книге пророка Исаии есть такое слово, 63 глава, 10 и 11 стих, они огорчили Духа Святого, и он, Бог воевал против них. Бог начинает воевать против своих сыновей, против своих дочерей, за что? За то, что огорчили Духа Святого, за то, что обижали, за то, что нечестно поступали, за то, что грешили, Бог начинает теснить народ свой, начинаются молитвы, церкви, начинаются посты друзей, а ничего не меняется. Почему? Потому что оно не поменяется, потому что Бог воюет. Бог воюет, и когда Бог воюет, ты ничего не сделаешь. Книги Откровения, 2 глава, 22 стих, посмотрите, там Феатирская церковь, там была одна женщина, Изавель, она была очень властная женщина, так называемая пророчица, и она вводила в заблуждение рабов Божьих, она любодействовала там, и тут интересно говорится, суд Божий, я Иисус, повергаю ее, Изавель, на Одр, и прелюбодействующий с ней великую скорбь. Мы говорим о любящем Боге, о любящем Отце, о том, что Бог любит нас, все правильно, но когда заканчивается терпение Божье, Бог тут говорит, повергаю ее на Одр, о любодействующих великую скорбь. Хоть молись, хоть не молись, хоть пастись, ничего не изменится, пока не совершишь настоящее покаяние. Пока до последнего Кондранта не отдашь, и покаяние в делах. Знаете, мы часто говорим, вот 20 человек вышло на покаяние, или у нас там люди с мира приходят, 30 человек вышло на покаяние. Вышло помолиться 30 человек, а покаяние это вот что, да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник что должен оставить? Помысл. Вот это настоящее покаяние. Если после рыданий и слез ничего не изменилось, это не покаяние. Да, тебе больно, да, тебе страшно, да, ты понимаешь, что ситуация может очень серьезно измениться, и уже слышны грозные шаги судьи, и ты понимаешь, что наступает все, надо что-то делать, потому что есть ад, в который человек может попасть и верующий тоже. И ты понимаешь, что человек плачет, потому что Бог загнал в угол, потому что тяжело, и человек плачет. Мы думаем, ты покаялся. Нет, покаялся это когда ты обижал, попросил прощения, не обижаешь. Покаялся это когда ты смотрел порнографию и понял, что это ужас, это же наступят суды Божьи, это же психическое расстройство, это демонизация, это импотенция, и ты понял все это, и покаялся, больше не прикасаешься. Покаяние это когда ты не прикасаешься к алкоголю, хотя компания все свои, вот это покаяние, потому что мысли поменял, начал по-другому жить, и когда ты живешь по-другому, Бог начинает благословлять, потому что Бог обозревает всю землю и чье сердце вполне предано ему, Бог защищает и благословляет. Задача не в том, чтобы в рыдании Бога перевести на свою сторону, вот видишь, Господи, как плачу я. Задача в том, чтобы поменялась жизнь, и Бог, видя, как мы с тобой правильно поступаем, Бог говорит, а вот теперь я начну благословлять тебя, дом твой начну благословлять. Помните, в дом Авидара ковчег попал, и когда ковчег попал в дом Авидара, за 90 дней все увидели, этот человек благословенный. 90 дней, и все соседи увидели, что с приходом ковчега в дом Авидара Бог начал благословлять его. Как только мы станем правильные отношения с Богом, все увидят, Бог начинает благословлять. Третья мысль. Всех ли обиженных защищает Бог и заступается за них? Это тоже интересный вопрос. Бог не внимает обиженным, которые не прощают своих обидчиков. Это трудная мысль, это тяжелая мысль. Но если мы с тобой не сделаем этого, не простим обидчика, Бог не будет заступаться за нас. Бог заступается за обиженных только тех, которые прощают своим обидчикам. Вообще, самое страшное для обидчика, это если ты простишь. Пока ты не прощаешь, Бог не вмешивается. Как только простишь от сердца, вот в этой ситуации, Бог добился своего, потому что ты выполнила то, что написано, прощайте. Ты выполнила то, что написано, прощайте. Но с момента прощайте, и ты выполнил, Бог говорит, а теперь ты будешь дело иметь со мной. И теперь уже не от тебя будут плакать, а ты будешь плакать, и ночь сделаю такой короткой, а подушку такой мокрой, и такие горькие травы подам к обеду твоему, что ты поймешь, что значит быть в шкуре тех, которых ты обижал. Бог знает, как это делать. Бог умеет это делать. Однажды святой Петр подошел к Иисусу Христу в Евангелии от Матфея 18 глава 21 стих. Он говорит, Господи, сколько раз прощать брату моему, который согрешил против меня? До семи ли раз? Иисус говорит, да нет, прощай до семи, до семидесяти раз. Сложно, тяжело очень. Что делать, когда у тебя даже не просят прощения? Что делать, когда с тобой поступают нечестно, несправедливо? Что делать? Надо прощать. Я знаю, это очень трудно. Я знаю, это очень тяжело. Но понимаешь, какая ситуация? Бог говорит, становишься на молитву, прощайте людям. Как только простишь, я твою молитву услышу. Ситуация под контролем Божьим, никуда ничего не исчезнет. Бог знает ситуацию, все нормально, но Бог добивается в моем сердце, чтобы я научился прощать. Кстати, в ваших семьях кто первый просит прощения? Муж или жена? Но я не думаю, что это самая великая тайна в Америке. Как бы вы ответили на этот вопрос? Муж или жена просит прощения? Жена. Жена просит. Говорят, что если мужчина мудрый и делает ошибки, он всегда просит прощения за свои ошибки у жены. А если мужчина не делает ошибки и просит прощения, это женатый человек. Матфея 18 глава с 23 по 35 стих. Посмотрите, пожалуйста. Здесь описывается царство небесное подобно царю. Царь простил одному 10 тысяч талантов должнику, а тот не простил своему должнику 100 динарий и посадил его в темницу. И вот разговор царя с бывшим должником. 33 стих. Откройте. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневался государь его и отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И дальше очень серьезно. 35 стих. Давайте вдумаемся. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату, брату своему согрешений его. Интересно. Что? В темницу? Да, в темницу. Кому? Тот, кто не прощает. Обидчика в темницу и там будут истязатели, отдаст судья, слуга вверг не в темницу, а непрощающего, обиженного, непрощающего тоже в темницу. И там будут истязатели и тоже будут очень серьезные проблемы. Что со мной происходит, когда я не прощаю? У меня самооплакивание, самосожаление. Это демоны, истязатели. Обида, горечь, боль, депрессия, камень на душе, проблемы внутри, горечь, боль. И демоны начинают мучить человека. Они специалисты. Они специалисты, как это делать. Я хочу сказать тем, которым очень горько, и которым сегодня слово. Вы обижены, с вами поступили очень нечестно, очень несправедливо. Если ты не простишь, если я не прощу, я буду в темнице, как и обидчик. Только он за то, что меня обидел, а я в темнице за то, что не прощаю. Иногда обиженные доминируют через свою обиду над обидчиком. Я тебе этого никогда закончить. Я тебе этого никогда не прощу. Знаете, семейная сцена, и там начинает, она сказала ему одно, он другое, она ему десять, и некоторые из вас понимают, о чем я говорю. И потом говорит, я тебе этого никогда не прощу. Запомнил. Не простишь, будешь в темнице. И потом отчаяние, и потом подорванное здоровье, и потом очень серьезно. Пример прощающего сердца. Иисус, который распинали на Голговском кресте мучителя. И он говорил, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Выполнилось ли слово, о котором мы сегодня говорим. Да, выполнилось. В 70-м году Тит подошел к Иерусалиму. Там были все те, которые распинали Иисуса Христа. Там были все те, которые не приняли Его. И там началось очень серьезно. Очень серьезно. Иерусалим был разрушен, и все были иудеи продаваемы на рынках тогдашнего мира. Сотни тысяч людей погибло. Бог Он верен. Бог Он когда говорит какое-то слово, Он выполнит его. Он выполнит его. Посмотри Евангелие от Луки 18 глава с 1 по 8 стих. Просто просмотри. Здесь рассказ о вдове и суде. Ну несправедливый судья. Он говорит, я Бога не боюсь людей что там. Не стыжусь абсолютно, но это надоело мне. Защищу от соперника. И дальше. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему? Как? Я не знаю. Он медлит, но подаст защиту вскоре. Да иногда нам кажется, Господь, почему? Сколько можно, Господь? Я устал, я устала, Господь, я прошу тебя. У Бога есть свое время, но когда он вмешивается в ситуацию, это очень серьезно. Бог начинает судить человека на земле. Бог, который судит человека на земле, верующих. Некоторые ответы на вопрос, почему наши молитвы церковные не приходят на память перед Богом, когда мы молимся за какого-то человека, потому что в данной ситуации Бог может судиться с человеком. Помните Коринфскую церковь, и Святой Павел говорит, от того из вас многие больны, немощны, и немало что умирает. Церковь молится, все сострадают, посты накладывают, эта ситуация не меняется, потому что надо не церкви меняться, а людям, которые неправильно стоят перед Богом. Прежде всего им надо поменяться. Братья у нас занимаются изгнанием бесов уже 15 лет, и раньше, когда начиналось служение изгнания бесов, мы молились сразу, сразу, вот человек приходит, его там начинает трясти, кричит, бесы начинают, вот это все проявление, и мы кричали, и плакали, и приказывали, и так далее, а после определенных ошибок, после определенных безуспешных попыток изгнать беса, мы начинаем с того, что ты покаялся или нет, принял Иисуса Христа или нет, а ты исповедал свои грехи или нет, и начинаем приводить к покаянию, и когда человек искренний и измученный, то Бог пришел отпустить измученных куда? На свободу. Свободу дает измученным Бог, а человек, который не измучен, он будет продолжать мучить других. И когда человек искренне кается, да, Бог дает свободу иногда очень быстро от демонической зависимости, а иногда бывает у человека обиды на Бога. Вот случилось, я встречал людей, которые очень обижены на Бога, очень обижены на Бога. За что в моей жизни ты допустил такие переживания? Чем я виновата или чем я виноват перед тобой, что вот такое несчастье пришло в мою жизнь? И горечь обиды внутри на Бога. И когда вот эта горечь обиды внутри на Бога, ты же никогда благословенным не будешь. Есть очень непонятные пути Господни в нашей жизни. Почему Иосифа продают братья, и Бог не заступается? Почему женщина оклеветала Иосифа, и Бог молчит, он в темнице? Есть таинственные пути Господни, которые Иосифа приводят к благословениям. Вот когда нам трудно, когда мы не понимаем Бога, когда нам очень больно, самое умное, что можно сделать, это смириться перед Богом и вспомнить стих, который сказал святой Павел, любящим Бога, призванным по Его изволению. Все содействует ко благу, к радости не всегда, а ко благу точно. И наша тема, я буду жаловаться на вас Богу, а текст римлянам 11 глава 2 стих, мы идем к заключению. Проблема обид в церкви. Посмотрите 1 Коринфянам 6 глава 8 стих, но вы сами обижаете и отнимаете и притом убратьев. Люди крещенные Духом Святым, и им Павел говорит, вы сами обижаете и отнимаете и притом убратьев. Это нередко встречается в современных церквях. Или Галатам 5 глава, когда Павел говорит Галатам, вы друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. В Коринфянам были слабые люди, и их обирали, над ними доминировали люди, которые более сильные. Знаете, есть люди более сильные, когда они находят жертву, которая не может защититься, они чувствуют этих жертв, они начинают с ними поступать очень неправильно. И обидчикам Иисус сказал такие слова. Матфея 18 глава 10 стих. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Знаете, в церкви есть люди, которые не выдались, не яркие, но вот такие, как есть, но за ними Господь стоит, Он творит суд обиженным. Если ты Его унижаешь, если ты Ему боль наделаешь, вспомни, у Него есть Отец, который заступится за Него. Посмотрите, 6 стих очень сильно этой же главы. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесить ему мельничный жернов на шею и потопить его во глубине морской. Не сеем ли мы с тобой соблазны, преткновения? Не обижаем ли мы кого-то? И ты знаешь, о чем я говорю, ты понимаешь, Бог заступается только за тех обидчиков, которые прощают, за тех обиженных, которые прощают. 1 Петра, 2 глава, 23 стих, несколько стихов прочитаем. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. 19 стих, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. А 20 стих, я долго думал над Ним, и сложно принять Его в сердце. Если, делая добро, страдаете, терпите, то это угодно Богу. Еще раз, если, делая добро, страдая, терпите, это угодно Богу. Несправедливо тебя обижают, с тобой несправедливо поступают, и это угодно Богу. Вот за таких людей заступается Всевышний. Вот за этих заступается Всевышний. Мы сейчас будем молиться. И последний текст, который я хочу прочесть, это Откровение, 11 глава. Давайте посмотрим с тобой 5 стих. Откровение. Здесь говорится о последнем времени, об Израиле, и говорится так. «Если кто захочет обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». Я хочу спросить в церкви, хорошо, если бы о церкви было бы написано так, о церкви. «Если кто захочет обидеть верующих, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет обидеть члена церкви, тому надлежит быть убитым». Что бы было? Я в одной церкви проповедовал, спрашиваю, что было, они говорят, там все мертвые были. Понимаешь, как-то оно устроено, интересно. Бог знает всю ситуацию. Он прошел голговские страдания, его несправедливо обижали, он прошел огненное крещение, и он говорит народу своему, «Я буду вас крестить Духом Святым и еще чем? Огнем». Вот это, когда нас несправедливо обижают, я не говорю за справедливые обиды, когда справедливо с нами поступают, потому что Петр говорит, чтобы не было вора среди вас, а злодея или посягающего на чужое, или убийцы, чтобы не было, а несправедливо, это огненное крещение. Бог проводит нас через огонь, когда Он молчит, Бог, возле нас нечестный человек, возле нас жестокий человек, нам делает больно, и в это время приходишь в церковь, а тут говорят, прощайте. Вот тебе с тобой несправедливо поступают, а тебе говорят, прощает, прощайте, все внутри поднимается против этого, а Бог говорит, послушай, ты должен пройти свою Гефсиманию, ты пройдешь свою Голгофу, возле тебя будут такие же люди несправедливые, как возле меня, тебе так же больно будут делать, я просто провожу тебя через этот огонь, я буду крестить Духом Святым, но я же буду крестить и огнем, и когда я крещу огнем, ты пойми, что я уже прошел этот путь, помните, как Христос сказал, как томлюсь, пока сие совершится, крещением должен я креститься, я хочу обратиться к тем, которые проходят вот это огненное крещение, которым очень больно, Бог любит вас, Бог знает ситуацию, и Бог говорит, горы сдвинутся, холмы поколеблются, милость моя не отступит от тебя, как-то позвонил ко мне один служитель, у него тяжелейшая ситуация, тяжелейшая ситуация, около шесть детей, жена очень болеет, очень сильно болеет, у нее была авария, и у нее началась эпилепсия такая, и очень, ну, это редко, это редко, когда мужчины плачут, женщины плачут постоянно, солнце вышло, плачет, радость, дождь идет, тоже плачет, а когда мужчина плачет, это проблема, значит, вообще безнадежно все, и он плачет, молодой, лет около сорока, плачет, и говорит, вот такая ситуация, говорит, по ночам не сплю, горько, больно, говорит, и он же и пастор, ему надо пойти, и потом сказать вдохновенную проповедь, о том, что Бог любит утешать людей, когда горько на душе, и говорит, пришел, пришел момент такой, что отчаяние, полного отчаяния перед Богом, и говорит, взял Библию и начал читать, и открыл Исаия, 48 глава, 17 стих и 18, там написано, я Бог твой, научающий тебя полезному, и ведущий тебя по тому пути, по которому тебе, закончите мысль, надлежит идти, о, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские, и говорит, Бог проговорил к моему сердцу, может, сегодня к твоему сердцу Бог говорит такие слова, я Бог твой, научающий тебя полезному, Господи, мне больно, мне горько, причем полезно, я Бог твой, научающий тебя полезному, я провожу тебя за тем, чтобы ты мог сострадать другим, я провожу тебя, что твой эгоизм и твоя обидчивость ушли с твоего сердца, потому что обида – это раненая гордость, потому у тебя много проблем, потому что слишком много эго и слишком много гордости внутри, и Бог проводит нас через вот этот огонь, и когда мы пройдем через этот огонь, тогда придет Его благословение, придет Его благодать, рука Его благословляющая, и все станет тихо и спокойно, и придет в душу мир и покой, вот этот драгоценный мир и покой приходит в душу, когда у нас даже нелегкие ситуации. Я просил бы вас сейчас встать, и мы с вами будем молиться сейчас. Если Дух Святой говорил твоему сердцу, и ты хотел бы, чтобы за тебя церковь помолилась, и ты хочешь, чтобы Господь благословил тебя, ты можешь выйти наперед. Я абсолютно не буду эмоциональной вещи говорить сейчас, я просто скажу, кому это надо, и кого касался Дух Святой, и ты хочешь, чтобы Бог благословил тебя, ты понял, что Господь от тебя хочет. Если ты хочешь, чтобы из-за тебя помолились, пройди наперед, и мы будем молиться, и пусть Дух Господь придет к тебе и принесет свой чудесный мир, и все раны сердца твоего будут исцелены, и вся боль уйдет, и возвратится радость спасения, и Он благословляющий, приносящий мир и тишину придет в сердце твое, и Он скажет вот эти два слова, умолкни, перестань, и придет великая тишина. Мы начинаем молиться, кто хочет, пожалуйста, пройдите. Отец Небесный, в этот час мы приходим к тебе. Господь, мы приходим к тебе, к алтарю твоему, и молим тебя, чтобы ты пришел в этот зал, и молим тебя, чтобы открылись небеса сейчас, и мы молим тебя, чтобы ты, благословляющий смиренных и сокрушенных, пришел в этот зал, и твоя благодать, и твое благословение пришло. Благослови каждое сердце, которое в этом зале. Яви твою милость и благодать, Господь, окрой твои окна небесные, и да придешь, Господь, с твоим чудесным исцелением, с твоим чудесным благословением. Возврати радость спасения народу твоему, Господь, и так, чтобы благодать и благословение пришли в сердце наследия твоего. Господь, благослови наши дома. Господь, благослови каждого человека, который в этом зале. Яви твою милость и благословение, и дай, чтобы рука твоя коснулась каждого грешника, каждого человека, который обижает и знает, что он виновен. Яви твою милость, и дай покаяние людям, которые нуждаются в покаянии. Яви твое милосердие каждому человеку, который в этом зале. Благослови каждого, Господь, И дай, чтобы Твое откровение, Твоя милость, Твое благословение пришли в каждое сердце. Господь, дай, чтобы над домами нашими была Твоя благословляющая рука, не тяготеющая, а благословляющая. Мы молим Тебя, благослови, Господь, яви Твою милость и кровь Сына Твоего Иисуса, да очистит всякого человека от всякого греха. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.